Письмо, 59-е, 26 марта, 65-го. Любимые мои папа, мама и брат, Господин и госпожа Бармейер собираются на той неделе, месяца на три, в США. Уверен, что захотите с ними встретиться. Дам им ваш адрес и постараюсь, как только узнаю, сообщить о дне их отъезда. 4 апреля состоится четырехдневный марш на Иерусалим. Мы примем в нем участие, как представители парашютных войск. Готовились к маршу. За последние четыре дня прошли километров 150. Мне так легко сейчас глотать расстояние, что я даже не чувствовал, как иду. Расстояния были приличные, и скорость просто убийственная. Получил твое прекрасное письмо, папа. И так захотелось увидеть твою книгу, законченной и напечатанной. Рад был узнать, что ты остаешься на этот год в Америке, и, как видно, на несколько последующих. Думаю, что там тебе легче работается, если вообще это возможно сказать по правде. Я еще тебя не видел всерьез отдыхающим. Может быть, теперь, когда оставишь навсегда энциклопедию и будешь столько преподавать и писать, найдется больше времени для отдыха. Как я понимаю, Биби, ты решил кончать гимназию в Америке. Мне кажется, это шаг правильный, но мы еще на эту тему поговорим, когда вы приедете. Ты приходишь, в конце концов, к правильным решениям, Биби. Поскольку тобой руководит здравый смысл, а делаешь ты то, чего действительно хочешь, то о своих поступках ты никогда не пожалеешь, как и я не жалею о том, что я в армии. Хотя сейчас, глядя назад, я вижу, что, может быть, все-таки следовало сначала учиться. Но если бы я не мобилизовался, то, наверное, жалел бы о том, что не поступил так, как считал правильным. Эти два года для меня не пропали. Что-то я в армии получаю, узнаю о жизни нечто новое, чего иначе бы не узнал. А если я уже в армии, то рад, что выбрал именно парашютные войска, потому что если желаешь получить от службы максимум пользы и сделать это наилучшим, на мой взгляд, образом, то следует идти самым трудным путем. А это, без сомнения, путь тяжелый.